Я знаю одно заведение, к которому вы имеете отношение, которое на рынке очень легендарное, я про Гритхаус, в которое, наверное, даже люди вашего цеха не могут до конца понять, в чем его феномен. Но почему абсолютно все, кто посещают с той или иной периодичностью рестораны, считают в области приготовления мяса его лучше? К мясу там особое отношение по той простой причине, что это изначально был заложен как мясный ресторан, хотя я не думаю, что там рыба, морепродукты чем-то уступают качеству мяса. Но сама подача мяса, мы их называем утюги, в которых набросаны угли с мангала, стыковые ножи, похожие на какие-то смертоубийственные шкинжалы. То есть профессиональное отношение к мясу вызывает какое-то уважение к данному заведению, которое прослыло как мясным, оно не менее рыбное или не менее салатное, чем мясное. Подобные салаты можно встретить и в других заведениях нашей прекрасной столицы. А к мясу такое отношение только там. Где там инвестиции, вот с точки зрения доминирующих цифр, они в чем? Стабильность. На самом деле инвестиции там минимальные. Это один из самых рентабельных моих ресторанных. Да какой там самый рентабельный ресторанный проект. Инвестиции никакие. Накромив их рыбой в том же ресторане, они все равно, скорее всего, попросят вернуть их туда. У интерьер данного ресторана так получилось, причем случайно. Настолько оторван от, не только молдавской, просто от какой-либо тенденции, настроя и направления, что он актуален был 10 лет назад и будет актуален еще лет 10. Мне взяло два года найти мебель, поменять в ресторане, что-то нейтральное, чтобы не испортило. Ту неловимую атмосферу, которая там создалась абсолютно случайно. Высокими потолками или большими стеклянными полотнами или открытой кухней. К тому же есть такое понятие, как лояльность клиента за, ну не 15, но 13 лет работы данного заведения. Ну, собралась достаточно большая публика, которая была там. И в свете, наверное, стабильности и достаточно высокого качества. В чем секрет ресторанов, которые получают мишелены и считаются из года в год лучшими ресторанами мира? В Испании, где разделывают молочного поросенка тарелкой, и со всего мира туда люди едут с целью поесть этого поросенка. Какие критерии ложатся в основу оценки? То есть это успех ваш, только умноженный на мировой какой-то? Это не мой успех. Это другая стезя. Это абсолютно параллельные какие-то плоскости, несоприкасаемые. Мой успех – это стабильность, качество. И то, что не пытаюсь я раздеть клиента, цены относительно умеренные, относительно того качества и количества. Их успех – это креатив. Это гораздо ближе к искусству, если не само искусство. А вы посещали такие заведения, которые входят в топы? Да. Года два назад один из лидеров нашей экономики, круглая дата. Друзья решили подарить ему один из подарков. Это выписали повара из Франции. Я сидел на интернете, переписывался сначала с 50, потом с 10, потом с 5, потом выпрели одного. Полетел француз со своим помощником, с семью чемоданами еды, потому что он не собирался на день рождения, и потом в следующий день автор-пати на обед что-либо покупать, потому что он не знает, как из чужих продуктов что-либо приготовить. Через полгода, сам он был из Монако, посетил это заведение, где бизнес-ланч на человека стоит 240 евро. 45 посадочных мест, работает 25 поваров. Бывает такое, что заведение очень попытались стилизовать под локальный контент, так называемый, а с пищей проблемы? Три года назад хотел играть в рыбный ресторан. Пошел, погрел с министром сельского хозяйства, ибо от этого министерства есть запрет на импорт рыбы из определенных стран. Китай, Тайвань и Турция в том числе. Кроме как из Турции, которая экспортирует в Европу каждое утро. Тащить сюда откуда-либо рыбу, ну, дорого и сложно. И так тут цены бешеные у нас на сырье. У нас же дороже, чем в Киеве, чем в Одессе, чем везде. Да, наверное, надо что-то было бы предпринять для того, чтобы снять, вытащить эту Турцию из запрета стран, которые могли бы импортировать. В Бельгию, в Голландию нормально, а в Молдавии нет, нам турецкая рыба, нам никак, никак. Я облазил всю Одессу и понял, что кроме камбалы и... То есть у вас были все шансы поймать фиаско на рыбном ресторане, да, из этих всех искусств? А рыбы-то нету. В одной сети еще что-то иногда раз в неделю привозят. Но иногда привозят, иногда нет. Партия рыбы должна пройти через таможню. С таможни нужно отправить в госстандарт или еще в какую-то организацию на проверку, значит, вот эту партию. И они неделю будут проверять. А рыба там на льду лежит неделю. Ну, после этой недели можно заплатить еще немножко денег за то, что привез, и отвезти все на мусор. И вот рыбного ресторана пока нет. Кстати, а почему в магазине недешевом деликатесов в городе Одесса баночка икры аналогичная, ну, одной и той же марки, в два раза стоит дешевле, чем Кишиневе? Способ предложения, все просто. Конкуренция. Там таких магазинов несколько, импортеров несколько. Два раза, Анатолий. Давайте вместе перейдем в Одессу. Нет. Мне там тоже нравится. Вам тоже там нравится? Я думаю, вы ответите на вопрос. Вы уходите, конечно. Конечно, ухожу от вопроса. Две цены? Тот, который импортирует, имеет тут какой-то монополь. Или контрабандистов мало на этой теме. Которые ему не сбивают. То есть, все-таки это означает, что государство работает? Наверняка. Или работает. Все-таки защищено что-то от права нами выбирать более удобное предложение? Безусловно. Вам, как ресторатору, было бы интереснее делать более выгодные ценовые предложения в той или иной кухне, получая дешевле сырье? Безусловно, интересно было бы получать сырье. В принципе, да примитивно мяты сейчас не купишь нигде. Вот не сезон. Ну, не растет. Я молчу про всякие специи. Я потратил немало часов и дней, чтобы уговорить того или иного владельца теплиц. Выращивать базилик, орегано или еще что-нибудь. Свежих специй здесь тоже нема. Кроме петрушки и укропчика. Да. Гусуек есть, но фиолетовый и не всегда. А я хочу зеленый и всегда. Как это решается в больших городах? Как решается в Москве, у которой выхода к морю нема, проблема со свежей рыбой для того огромного количества японских ресторанов? Решается. Утром самолет садится, выгружают и быстро раскидывают. Ряд поставщиков, работающих в опт. Есть, безусловно. Есть какая-то критическая масса, после которой этот нарыв все-таки созрел и взрывается. Вот и все. Все крайне просто. А рынок в Молдавии ограничивается Кишиневом, может немножко там Бельца-Кагул, я не знаю. Редко путешествует. Кишинев, ну что тут, 800 тысяч. Покупательная способность у этих 800 тысяч, как на Западе, у 50. И все, рынка не существует, рынка сбыта. У вас было когда-то такое ощущение внутреннее, что если бы в жизни как-то так все по-другому повернулось, и занимаясь аналогичным же видом деятельности, но занимаясь это Москва, Киев? У меня не только ощущение, у меня и опыт такой был. Другие деньги, другие размеры, другие возможности. Ко мне и надо быть. Только всего я понял, что либо ты голова у зайца, либо ты хвост у льва. Я предпочитаю быть головой. Пусть у зайца. От чего все-таки вы получаете удовольствие? От успеха. Если получается что-то. Деятельности, либо человечества успеха? Результатов. Правильно спланированная стратегия, продуманная тактика и достижение цели в поставленные временные рамки. А вы не верите в быстрые всплески в этой области? Верю, у меня не получается. Я, во-первых, не верю в то, что есть люди, у которых всегда все получается. Потому что, чтобы получилось что-то одно, где-то должно не получиться. Ну, я такой. У меня где-то что-то вот от Алаверды просто не получился. Все. Во-первых, человек, который умеет строить, должен уметь и ломать. И, во-вторых, я пришел к выводу, что поднять Алаверды не получается. Ну, никаким подъемным краном. Грузинская кухня великолепная. Ну, я не знаю. Из СНГ, наверное, лучшая. Выросло новое поколение, которому грузинская кухня никак уже ничего не говорит. Да, вкусно. То есть вкусно всем. И недорого сто процентов. Ну, не модно, не интересно. Ваш маленький сын посещает заведение с вами? Конечно. Он имеет понимание, чем вы занимаетесь? Меня пугает то, что ему нравится готовить. То есть он берет соль в больших количествах, смешивает, неважно, с сахаром, то, что на столе лежит, туда растирает пару конфет и заставляет меня кушать. И спрашивает, вкусно или нет. Он, наверное, ищет свое блюдо. Фирменное. Анатолий, у меня есть традиция минуты в конце передачи. Я не думаю, что вам было самое комфортное. Я это прочувствовал, потому что научился немножко разбираться. Вы себе стите кто? Нет, я был по отношению к вам предельно честен и искренен. Я не знал, какие будут вопросы. Может быть, поэтому... Будете смеяться, я сам не знал. Я так и понял. Вот он источник дискомфорта. Я знаю, что вы долго готовились к этому. И я хотел бы, чтобы вы на минуту на камеру сказали то, чего по каким-то причинам не сказали мне. Минута откровения. Не знаю, кто дотянул до конца данного интервью. Если ему не наскучило слушать то, что было сказано до сих пор, то будьте добры. Любите себя. Старайтесь не обижать тех, кто вас любит. Да вообще никого. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...